Кстати, еще одна небольшая особенность Египта. Есть знак пешеходного перехода, но нигде нету зебры. Не знаю, может это не принято? Нет, нет. Друзья, привет! На связи с Зверей. Сегодня уже второй полный день, который мы здесь проводим. Сегодня понедельник. Ой, не будем, по-моему, 6 августа. Погода, представляете, без изменений. Как уже говорил, в Шарм-эль-Шейхе, по крайней мере, днем. Дождение бывает годами. Не исключение, второй день здесь уже нет дождей. Ни единой тучки, вообще ничего нет. Солнце просто шпарит. Наши туристы приезжают сюда просто отзагораться. Все ходят просто красные. И при этом еще и загорают постоянно. Жесть. Возле бассейна постоянно тусуются наши соседи снизу. Это, на мой взгляд, возможно, даже арабы. Ночью кричат. Табр. Табр. Вот это вот все Аниже. И снизу сидят Аниже. Насчет вчерашнего нашего путешествия в центр города. Обратный путь выдался тоже ужасно. Все постоянно здесь к себе зазывают. Нахрена это нужно? Если мы ушли из одного места, мы там посидели, покурили кальян. Кстати, стоит 4 доллара. Такое еще 100 рублей. Кальян. Класс. В Москве 1600. Ну, можно найти за 800 рублей на воде. Но вчера был со вкусом яблоко. Купили по дороге. Как уже говорил. Банку пива. Большую 0,5. Алкогольную, представьте. В одном единственном магазине. 150 рублей. Так обыдался. Бред, да? Кто-то приехал на отпуск. В отпуск. На отпуск. Приехал ты в Египет. Туроператор не предупредил о том, что здесь такая вещь. Потому что нигде нету алкоголя вообще. Нам, как русским, даже может и другим, просто хочется вечером выпить какую-нибудь бутылку, стакан пива. Это нереально делать. В отеле ничего алкогольного вообще не подают. Подают только вот куколу, спрайт и фанку. Все. Больше здесь нереально ничего взять. Менеджеры все, которые наливают тебе, они дико недовольны своей работой. Постоянно пытаются прикалываться на тобой. Это уже, честно, задалбливает. Конечно, больше задалбливают все-таки наши соседи снизу. Вечером сейчас мы пойдем в Макдональдс и наведаемся. Потому что завтрак, обед и ужин, они практически одинаковые. То есть еда такая однообразная. Даются где-то там три вида горячего или два вида. Один из них просто на вид несъедобный. А второе там макароны, недоваренные. Либо картошечка, по-моему, вчера была на ужин. Если там везде грязно, везде грязно. Еще раз, да. Интурист, ты умеешь выбирать гостиницы. Отправлять туда людей за 600 долларов с человека. Шик. Вообще шикарнейший отдых. Короче, чуваки, по крайней мере, Аль-Бустан, четыре звезды в Шальмашейх, не советую никому. Потому что сегодня мы подошли к нашему гиду Махмуд Махмуда. Он вчера у нас забрал билеты на обратный рейс электронный, чтобы зарегистрировать нас. Потому что это чартерный рейс. Забрал у себя билеты, сказал, что будет вчера в 7 вечера. Вчера в 7 вечера его не было. Другой человек сказал, что он будет сегодня в 12 дня. Сегодня в 12 дней его нету. В итоге сегодня в 8 вечера должны отдать билеты. Будем ждать с нетерпением. И постоянно люди подходят, говорят, что в номерах грязь, всевозможные там ящерицы, тараканы. Кротых, холодильник не работает, где-то грязно, туалетную бумагу. Сегодня принесли. Первый раз за два дня ее просто не было. Мы сами покупали. Ладно, до связи. Пойдем уже в Макдональдс, там свяжемся. Но звере в Египет больше не на го-ой. Вот Тимоти уже заиграл. Ладно. Ханникин. Первый глоток пива в отпуске. Просто его надо было найти здесь. Молодец, все-таки оно алкогольное. На нем написано. Класс. Это главный ход. Ну вот, наконец-то мы вышли, получили наконец-то свои билеты обратно. Идем в Макдак. Давай, может, это наверх. Пешеходный... А, лежащий полицейский. Смотрите, какая модневая вещь. Подсвечивается. У нас в России ничего не подсвечивается. Он тоже... Мы его уже видели. Знак пешеходного перехода. Арабы, арабы, арабы. Вот он. Гафи ресорт. Нормальный такой. Ладно, Макдак нас ждет. Кстати, еще одна небольшая особенность Египта. Есть знак пешеходного перехода, но нигде нету зебры. Не знаю, может, это не принято. Нет, мне кажется, что где перешел, там и переход. Да. По крайней мере, все готовы тебя подвезти куда-нибудь. За деньги. За деньги, конечно. Вот они, наверное, крутые отели. Круче, чем наши. Хе-хе. А, вон там, Макдональдс. Вот туда мы ездим. Да. Как хорошо, когда солнышко село, ничего не печет. Классный туристический город. Нам осталось еще пять дней. Надеюсь, Макдональдс здесь оправдывает себя. Потому что в нашем отеле есть невозможно. Да, ну, кстати, через час уже ужин в нашем отеле. Ну, я не знаю, что-нибудь там сходить. Сейчас, сейчас я угадаю. Ку-курица там нормальная, гриль. Курица, курица. Курица, курица. Круто, да. Конечно, жесть. Фу. Вот, все, идем, идем. Давайте вам перед собой покажу что-нибудь. Дорога. Ой, машинка. Тут нечего показывать, потому что тут ничего нет. Вот он, Макдак. Это первый наш нормальный ужин. За это время мы все-таки Макдональдс за 14 долларов, насколько у нас получается. Ну, практически, может, 500 рублей. Что мы имеем? Две колы. Два бургера. Две, там, полно средние картошки должны быть. Угу. У нас в Москве это большая, правда. Все, все по-арабски. А, и вот, кстати, наши соусы. В Таиланде, вот, оно приходит в соус. Я вообще в Таиланде, в Макдональдс, по-моему, дешевле. Вай-фай здесь нет, бесплатно. Здесь подают очень большие бургеры. Да, сколько? Бургер стоит 30 лир. Это 150 рублей в нашу где-то. Ну, 160. В принципе, максимум. Что сделал? Тройной бургер. Три котлеты. С сыром. Ольке пока одна. А у меня три. Вот такой вот он крутой Макдональдс. Картошки с одни. Вот наш суперский магазин 247. 24 часа в сутки работает. Закупились прохладительными напитками и чипсами по ходу ЛС. О, Пегас Туристик. Автобус там едет. Доставка Макдональдса. Я, кстати, не помню. А, да. В Таиланде тоже есть доставка Макдональдса. Ты же по-моему, это котик 75-70. Да. Здесь никак не что-то есть в США. Здесь очень длинные номера. Там что-то не... Кот. Там Шальмаш Шейх. Там очень много всего. Точно говорить не буду. Точно, я не понял. Пахнет едой. Жареной едой. Корол проезжает мема. Вот такой вечерний Шальмашейх мне нравится больше. А пахнет реально, я бы сказал, какими-то грилями. Грилями. Едой. Все, топаем. В наш бесполезный отель. Сидеть номером. На ужин не пойдем. Еще я понял такую вещь. Все ездят просто без фар. Походу, это им не нужно. Все машины ездят без ближнего света. Просто с габаритами. Либо вообще выключены. Но она впереди тоже катит. Без опознавательных знаков. Вот. В ту сторону почему-то. Едет уже с ближним светом. Хорошо. Нам эта страна. Нам эту страну не понять. Таиланд. Где ты? Наш Альбустан. Четыре звезды. Парк. Хотел. Мучительно. Не приезжайте сюда. Да. Чуваки, не советую. Полная хрень. Все плюются. Реально это так. Вот. Смотрите. Альбустан парк. Хотел. А главное. Никогда не ездить интуристом. Интурист. Никогда. Не надо. Уходи отсюда. Ты достоин ниши.